Она везде хочет помогать. Что бы мы ни делали, она, знаешь, если солдаты, как папа, она идет помогать без возражений, без капризов. Покладаешь ручку на него? Он всегда поступал по совести, вот так, как надо поступать. И он очень по-доброму относился к людям. Он всегда считал, что в людях всегда есть хорошие. Всегда есть хорошее. И надо просто увидеть это. Он был очень добрым. И Валера. Ну, это была целая жизнь моя. Наши ангелы-хранители очень постарались, чтобы нас познакомить, потому что настолько много совпало нюансов, настолько много совпало моментов таких. А история такая. Я пришла к соседям заниматься английским языком с девочкой, с Лерой. А Валера пришел к своему другу. Они сидели, пили кофе, чай. Я пришла, поздоровалась и пошла в другую комнату. Сидят, пьют чай мужчинам, что я буду мешать. Я прошла мимо. И тогда Валера, когда посмотрел мне вслед, он сразу, «Это моя женщина, познакомь меня». Настолько вот… Я просто прошла, просто поздоровалась. Ну, что тут? Мы встречаем миллион людей, которые проходят мимо, здороваются. Ничего особенного. А тут вот как искра вспыхнула. Мне сразу представился Валера «Солдат». Это его кличка еще была, прозвище, как он с армии пришел. Вот он вечный солдат. А сейчас Анечка у меня, дочь солдата. Я очень это близко приняла к сердцу, Майдан. Я все время порывалась туда ехать. Но Анечке было полгодика. Я кормила грудью. Я не знала, как я могу оставить и взять ее туда. Если я очень нервна, он спокойно это воспринимал. И перед тем, как должна была быть эта мирная хода, когда Мариинка, расстрелы эти были, я подталкивала Валеру, говорю, «Ну я не могу, может, ты поедешь?» Сказал, что когда придет мое время, я возьму в руки автомат и пойду защищать Родину. И мне уже часов в пять Валера звонит, говорит, что я ухожу в армию, собери мне вещи, кружку, футболки. Я говорю, как, не может быть. Он говорит, я приду домой ночевать. И вот он вернулся, переночевать, собрать вещи. И утром уже с Игорем они уехали. Он мне говорил, что я защищаю тебя и Анечку от того, что там происходит. Я стою там, чтобы тут над вами не летали грады, не летали снаряды, мины. Это, ну, сейчас. В тих бойовых условиях совсем иншее отношение однею людини до іншої. И это слово, что говорят по-братиму, это не просто слово. Вот, скажем так, слово, яке навіяне, якимись, скажем, певним періодом. Це слово, яке уже звучит дійсно від людей, які цінують життя, цінують відносини між людьми. Звала такое письмо, но без слез невозможно его читать. Здравствуйте, дорогой дядя Валера. Спасибо вам, что у нас нет войны. Спасибо большое, что вы нас защищаете. И мою маму, и Иру, и мою бабушку. И что вы любите нашу Украину. Когда я вырасту, я хочу быть похожим на вас. У меня было такое решение, что я стану волонтером. Ну, был такой сильнейший порыв помогать. Ну, в первую очередь, помогать Валерии. Передать вещи теплые, передать сигареты, передать кофе. Термос маленький, передать, чтобы он мог заваривать кофе и пить его теплым, чтобы не каждый раз надо было разогревать там это. Ну, сильнейший был порыв помогать. Я нашла себя в том, что я начала сушить борщи. Я познакомилась с Оксаной, я познакомилась с Лукинишной. Я познакомилась с другими девчонками, которые это все делали. И вот это вот такое единение, такое единомышление, ну, именно это помогает мне. Волонтерка Галя прийшла, и в ней был человек, Валера. Он приходил до нас, нам рассказывал про войну все. И один раз он пришел, говорит, что Вера Васильевна, дякую вам за обеду, и он нам подарил прапор. Прапор цей був крови, и колли его пробили. И он говорит, что этот прапор мы на посту своему тримали. Вот мы хотим вам подарить. Поводили в Віннице благодійный такой захід. Артисти нам співали, и мы эти деньги отправляли на потребы АТО. Возвращаются двери, меня манять в фойе. Стоит молодой человек с детьми на руках, какая-то молодая женщина около него. Он кидается, обнимает тиска и спросит, что я его помню. Я его не помню. Я его не познаю, вернее. И говорю, что ну да, конечно, помню. А он говорит, что вы меня не помните. Я же Валера. Я же вам помните. Я же под мостом. Я же в Луганске. А он совсем другой, чем был там. От Анечки, от Анечки, у него всегда был маленький мишка. И когда она была маленькая, я сшила его сама. И в коляске он был, катался в коляске. И ту ночь, когда он вернулся с военкомата и пошел в армию, он взял с собой этого мишку. И он пронес его через все-все дороги военные, через все блокпосты. Я знаю, что он на рукаве, в кармане этого мишку носил. И он говорит, когда мне было тяжело, я брал мишку и гладил пальцами. И брал в руки. И этот мишка закрывал его. Я Анечку весь час фотографировала. Где у меня есть, у меня по 30-40 фотографий остается. Я, когда приезжаю, хочу ему показать это. А он не хочет смотреться. Я говорю, Валера, Луківна, не ображайтесь. Я не могу на это смотреться, оно меня расслабляет. А я должен быть другим. Ну, я тебе, родненько. Как такое? У меня все очень хорошо. Для начала беру это тебе. Я понял. И там Анечка тебе что-то малювала, писала. Да? Женское любопытство, оно же такое. И я его спросила, а тебе приходилось стрелять в людей? Он говорит, я когда стреляю с автомата, я молю Бога, чтобы я ни в кого не попал. И все. И больше не спрашивай меня на эту тему. Я его больше не спрашивала. Перерва у Вінни. У Вінниці повенчалася бойець и волонтерка Валерій та Галина Трофимчуки. Наречений щойно повернувся із передової і одразу повів наречений під Вінець. Пригаю в машину, еду на Чернухину, забираю Валеру. И это же надо было сейчас держаться в тайне. Він Анатолий, что случилось? Я говорю, Валера, дома все хорошо, все живы, здоровы, все нормально. Но ты маешь быть, я не помню, что ему там наплив. Тобто, или на учебу, что-то такое. Но я вижу, что человек настолько переживает, что ему что-то недоговорят. Я не забуду, первое, это машина, Волга, светло-белое, наверное, было, потому что уже так немного темно. Чи бежать, чего? Открывается дверь, выходить, я уже понимал, что это Галинка и Валера. И он так смотрит, и он не понимает. Десь секундное такое молчание. Он на меня, только я глянул один взгляд, и я сразу ушел по моему сторону. Ну, и все решти, то, что там происходило, это уже просто не передать словами. Думают, когда подъезжает Бусяк и виходит в белой шаре Галя, хлопцы говорят, что его нужно было держать и под руки, и под ноги, потому что в него просто потеряла сила, пошла от него. А ты что тут делаешь? Ну, а Галя тихенько говорит, что ты же хотел венчаться. Я вернусь, обовязково. Я обещаю, вот, моей доте, что я вернусь. Вот печатали, и это была зима, у Валера еще был жив, и еще надежды были, вот он вернется, вот все наладится, и все будет хорошо. Ну, теперь это просто как память о том, что все-таки вот эта светлая часть жизни, она была у меня. Когда он был в отпуске, он мне телефоновал. Его тянуло до нас, его тянуло, Анатолич, я приеду. Говорю, Валера, у тебя в отпуске, будь с семьей, все. Он настолько переживал за своих друзей, товарищей, он переживал и за семьей, и за детей, он говорит, что я был дома, но душой я был с вами. Он приезжал, и говорит, что я хочу на Шайтан. Это один из тех людей, которые побывали на всех постах, которые существовали, где выполнили функции, функции нашего подраздела. Я заезжал до них тогда, сталося третьего, он загибал, а я другого, чи першого, я был там. Я каждую ночь перед тем, как ложиться, я мысленно окутывала Валеру своими мыслями, своей любовью. Я всегда думала, что я его огражу от всего плохого. У меня мыслей даже не было, что с ним может что-то случиться. Настолько я в это верила. После того, как он погиб, у меня какое-то время, я очень сильно себя упрекала, что, может, я мало молилась, может, я мало думала. Я упрекала себя в том, что я не смогла его защитить. Потом я поняла, что это не от нас зависит. Это все зависит от Бога. Я бы руками его закрыла, я бы закрыла собой. Он бы не погиб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok